Вот так теперь выглядит берег Байкала. Вдоль озера тянутся зигзаги из сажи и пепла. Дымовая завеса заставила всех поволноваться не только за свое здоровье, но и за здоровье Байкала. Такие же фото на днях выложил в сеть вице-президент фонда содействия сохранению священного озера. Баир Циренов отдыхал в Гремячинске вместе с семьей. В довесок к снимкам воодушевляющая фраза Байкал самоочищается. Да, так и есть. Вот это чудо на самом деле. Так на фото отреагировали пользователи, а СМИ тут же растиражировали снимки. Однако ученые этого энтузиазма не разделяют. Процесс, наоборот, очищения Байкала в связи с уменьшением поступления воды с вододворной площади. Паводков нет, ничего нет, да? Вот. То и очистительная способность прямо пропорционально падает. А может быть даже и в несколько раз. Но если говорить именно о продуктах сгорания, пепел, зола и даже обгоревшие ветки, как утверждают ученые, для священного озера не опасны. Всего нашего леса не хватит, чтобы нарушить экосистему Байкала таким способом. Совсем другое дело, когда речь идет о сохранении уровня грунтовых вод. Когда гибнет лес, корни деревьев перестают держать уровень грунтовых вод, поэтому грунтовая вода уходит в глубину. И вот это маловодие в целом сложившееся, в том числе и способствует зарастанию мелководий наших, соров, заливов на восточном побережье Байкала, вот этой растительностью, спирогирой. А это уже куда более серьезные последствия пожаров и вырубки деревьев. Если лес и дальше будет полыхать, это может обернуться экологической катастрофой, уверены ученые. И тут вновь активизировались пользователи сети. Давайте сделаем флешмоб. Сделайте репост. Пусть вся Россия обратит внимание на этот ужас. Ну что, поможем, чем сможем. Во-первых, никаких костров в зеленой зоне. Ну и, конечно же, репост. Ася Касьянова, Евгений Павлов. Новости дня.